Я, правда, не успел сделать рассылку, но, как вы можете увидеть из объявления, что у нас сегодня тема сменилась. Что про перспективные виды энергонезависимой памяти Заблотский будет рассказывать не сегодня, а 23-го, потому что сегодня он болеет, а потом он еще в командировку уезжает. Поэтому сегодня у нас, раз уж семинар назначен, доклад будет экспромтом, на тему, чем отличается неклассическая физика на примере теории относительности квантового мира. Ну, сразу начну с ответа, что неклассическая физика отличается от классической тем, что она, классическая теория предполагает в своем составе нетривиальную теорию измерения. То есть, если в классической физике вы можете просто взять и сразу начать писать формулы, что-то посчитать и сразу понятно, что вы получили, то вне классической физики, если не учитывать нетривиальную теорию измерения, могут возникнуть кажущиеся парадоксы. То есть, скажем, в теории относительности мы знаем, что есть, с одной стороны, относительность движения, то есть, все инверциальные системы отсчет равноправны, неважно, кто движется, мы относительно пояса или пояс относительно нас, если мы делаем это равномерно и прямолинейно. А с другой стороны, мы знаем, что движущиеся тела в направлении движения сжимаются и возникает кажущийся парадокс, что с точки зрения пояса мы короче становимся в направлении его движения, с точки зрения нашей пояс становится в корочем направлении его движения, а как одно с другим совместить? И чтобы увидеть, что нет парадокса, надо внимательно анализировать, что же из себя представляет процесс измерения, посмотреть на этот процесс измерения с точки зрения наблюдателя в поезде, с точки зрения неподвижного наблюдателя и убедиться, что одно описание с другим согласуется. Значит, это один аспект. Второй аспект состоит в том, что в неклассических теориях обычно еще принято ввозить такой математический аппарат, чтобы вот такие нетривиальные особенности в нем были заложены на уровне построения математического аппарата, чтобы неправильные утверждения на таком языке просто нельзя было сформулировать. с одной стороны, это здорово помогает в работе с такими теориями, с другой стороны, это наоборот затрудняет работу, если мы хотим от такой теории отойти, в чем-то ее обобщить, потому что математический аппарат может быть очень жестким и не допускать обобщения. В принципе, граница между классическими и неклассическими теориями достаточно мутная, и та же самая ньютоновская механика с некоторой точки зрения может рассматриваться вполне как неклассическая теория. Понятно ли почему? Вот с точки зрения древних физиков, которые еще не знали первого закона Ньютона, обычная имеющаяся в ньютоновской механике относительность движения это достаточно нетривиальный факт, и то, что один наблюдатель описывает как движущееся тело, а другой как неподвижное, и что их описание согласовано, это некая нетривиальная теорема, требующая доказательства. И до тех пор, пока к этому не привыкли, в общем-то, это вполне можно было рассматривать, что первый закон Ньютона – это как основа нетривиальной теории измерения, которая предполагается в ньютоновской механике. При желании мы можем для ньютоновской механики придумать и соответствующий математический аппарат, который соответствующий асимметрии будет в себе содержать. Скажем, мы привыкли, что в теории относительности вводится пространство-время, а в ньютоновской механике его якобы нет. На самом деле пространство-время можно ввести в ньютоновской механики, и когда, скажем, в школьных учебниках откладывают по одной оси Т, по другой оси Х, и, что ли там, З, если она стреляет по З, то, в общем-то, эта парабола не в пространстве, она в пространстве-время, потому что здесь Т, здесь З, можно еще добавить Х и У, и мы получим четырехмерное пространство. Только в ньютоновской механике оно не столь удобно, как в специальной теории относительности, но, тем не менее, его там можно ввести, причем, как в специальной теории относительности в пространстве-времени есть специальная структура, так же есть некие специальные структуры в пространстве-времени в ньютоновской механике. Давайте, например, рассмотрим, что же тут за структура. Ну, во-первых, понятно Обозовем эту пространство, скажем, М4 Четырехмерное методовское пространство Как оно устроено? Ну, во-первых, точку можно представить как четверку чисел Время, x, y, z Далее Какие есть структуры Но мы будем вводить не або какие структуры А только те структуры, которые не зависят от системы отчета Которая во всех хороших, с точки зрения мюнтоновских механиках Механики системы отчета Определена одинаково Ну, во-первых, это мюнтоновское абсолютное время Точнее, абсолютное не время А абсолютно промежутки времени Потому что часы можно В ноль в часах можно выставить по-разному А вот изменение времени абсолютное Напишем, дельта То есть Изменение времени между двумя бесконечно близкими событиями Определено однозначно Вне зависимости от того Где эти события расположены в пространстве друг относительно друга Ну, если это ДТ проинтегрировать То можно получить конечные интервалы времени тоже Определено ли в ньютоновском пространстве время и расстояние? Кто скажет? Определено? Между любой парой событий или нет? Событие это точка в пространстве людей Событие задается заданием четырех чисел Д, И, 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 И Не между любыми, а между одновременными событиями Между одновременными событиями расстояние определено А между событиями в разные моменты времени расстояние не определено Потому что мы переходим в движущуюся систему отсчета И расстояние меняется Более того, в ньютоновской механике мы можем двигаться с любой скоростью Поэтому между событиями в разные моменты времени В разные моменты времени мы расстояние всегда можем сделать нулем С точки зрения наблюдателя, который прилетел через эти две точки последовательно Понятно это? Поэтому Определенный элемент расстояния, но при dd равном нулю То есть между одновременными событиями Все или не все? Достаточно это для ньютоновского пространства людей? Или чего-то не хватает? Значит, когда мы задали на r4 dt То мы разбили наше пространство-время На слои В каждом слое время постоянно Согласны? Когда мы задали dl на каждом Или dt равном нулю То на каждом слое t равно константа Мы задали обычную гифклидовую ямитру И вот если взять вот эти структуры, что я уже написал То эти слои могут друг относительно друга Произвольным образом скользить Может быть еще что-то добавить? Какие траектории в пространстве времени Выделены с точки зрения ньютоновской механики? Какие движения Выделены с точки зрения ньютоновской механики? В законах ньютона Какие-нибудь особые виды движений упомянут? Поступательные, вращательные Нет, вот в трех законах ньютона Какое движение? Прямоление Да, равномерное прямоление Движение пынтерс Равномерное прямолинейное движение Или нахождение на месте В инерциальной системе отчета Если рисовать график Вот в этих четырехмерных пространствах Это какая кривая будет? Прямая Причем, обратите внимание На поверхности т равно константа Прямые определены и так Потому что там есть Евклидовая геометрия И мы можем сказать, что Прямые это кривые Вдоль которых расстояние минимальное А вот Прямые, которые пресекают Разные слои времени Разные моменты времени Они пока не определены Ну и давайте напишем Еще Афинная структура Афинная структура Это то, что позволяет Отличить прямые от кривых Ну, например, мы можем Афинную структуру задать так Что если у нас есть Линейное пространство То мы можем Отличать прямые от кривых Только в линейном пространстве Есть что-то лишнее Есть выделенное начало координат А если мы договоримся Что мы Есть афинное пространство Мы еще можем Ко всем радиус-векторам Прибавлять постоянный вектор Производный И тогда уже Начало координат Перестает быть выделено И то, что остается Это афинная структура Вот, собственно Что такое Пространство-время Ньютоновской механики Видите, оно отнюдь не тривиально И обычно В учебниках По классической механике Его не пишут Но зато его могут написать Скажем, в каком-нибудь Учебнике по общей теории Относительности Как пример Взгляда На классическую механику С точки зрения Механики не классической Если мы Будем смотреть С той же точки зрения На пространство-время Специальные теории Относительности Которые называются Пространством Менковского То, как ни странно Оно окажется проще Там тот же самый набор точек Р4 Точки номеруются опять ТХ и ТХ Но вместо вот этих Трех отдельных структур Есть одна структура Интервал ДС в квадрате Это С в квадрате Это С в квадрате С скорость света Это ДТ в квадрате Минус ДХ в квадрате Минус ДЮ в квадрате Минус ДЗ в квадрате Если положить ДТ равном нулю То он дает расстояние между точками Если положить ДХ ДЮ ДЗ равном нулю То он дает время между точками Если интервал вдоль криву экстремали то эта кривая оказывается прямой то есть эти функции он тоже может выполнять но это другая структура и в частности у нее есть хороший физический смысл ds если ds вещественное то есть если ds в квадрате больше 0 то ds равно cd tau где d tau это собственное время с точки зрения часов которые движутся равномерно прямолинейно между двумя последовательными событиями dt dx dy dz это изменение координат между этими событиями в какой-то системе отсчета но ds это инвариант он по всех хороших системах отсчет одинаков собственно правильнее сказать наоборот что хорошими являются те системы отсчета в которых интервал записывается вот этой формы точно так же в ньютоновском пространстве времени хорошие те системы отсчета где dt это просто разность координат по времени dl это расстояние просто расстояние а прямые выходят как прямые и это сразу автоматически создает нам декартовая инерциальная система отсчета так и в ньютоновском пространстве времени то есть тут структура задает задает сама какие преобразования допустимы допустимы те преобразования когда эта структура выглядит одинаково с этой точки зрения евклидовая геометрия это тоже раздел физики она тоже так же построена что такое евклидовая пространство это r3 на котором задано расстояние хорошая система координат это те системы в которых вот эта dl выглядит вот так ну и дальше можно считать какие системы координат являются хорошими связь между ними это вот движение то что называют ну понятно повороты отражения сдвиги так при этом что характерно для типичной теории измерения то что когда мы рассматриваем процедуру измерения то у нас появляются какие-то объекты двух типов объекты описывающие систему и объекты описывающие наблюдателя и мы знаем эта теория может нам сказать что будет если мы преобразовали наблюдателя как при этом преобразуется потому что те числа которые измеряет наблюдателя это комбинация того что описывает его самогой и того что описывает система например такая что такое теория наблюдений в евклидовой пространстве у нас есть базис и режим K и этот базис описывает наблюдатель и тогда скажем X это скалярное произведение I на R Z и это скалярное произведение K на R Z скалярное произведение K на R вот вам теория измерения K на R она комбинирует R она комбинирует R декория измерения на самом деле на самом деле на самом деле самый простой пример того как комбинируется что-то связанное с наблюдателем и что-то связанное связанное с системой а кстати можно написать и наоборот вот что R равно X на Y плюс Y на G плюс Z на K X, Y, Z определены и точкой и системой отчета то есть наблюдателя и ЖК определены наблюдателя а R R определено вне зависимости от наблюдателя вектор существует вне зависимости от того из какой системы координат мы на нее смотрим вот самый пример простой пример использования подобных идей вы наверное все хорошо знаете еще со школы ну или по крайней мере те кто в физмат-классах учился те точно знают это теория разверности потому что размерная величина X что это такое? это численное значение X умножить на размерность X это 5 метров, скажем размерность единицы измерения это нечто, что характеризует приборы которыми располагает наблюдатель вот проградуированная у нее линейка в метрах число 5 само по себе смысла не имеет мы не можем сказать что длина стола равна ширина комнаты равна 5 потому что непонятно 5 чего а когда мы пишем 5 метров то это уже приобретает смысл но здесь вы видите комбинацию того что описывает приборы наблюдателя с тем, что описан результат измерения а то, что получилось вместе оно и вариантов 5 метров для одного наблюдателя для другого наблюдателя 500 сантиметров если у нее линейка к другому проградуирована то есть вы видите тут те же самые идеи то есть в принципе теория размерности это тоже теория измерения но только вот достаточно тревиально и вот на языке того что задает структура нашей теории мы должны формулировать то, как происходит процесс измерения то есть если вы говорите что вот я прикладываю линейку к измеряемому объекту и одновременно отмечаю положение двух концов этого объекта чтобы получить длину нам надо этот процесс описать если мы в специальной теории относительности то его надо описать вот на этом языке и дать определение всем тем словам что я сказал что такое линейка прибор изменения а что это вот на этом языке что значит я одновременно отмечаю показания начала и конца нахождение расстояния нет, а что значит одновременно в один момент времени а что значит в один момент времени отсутствует приращение времени вот в ньютоновском пространстве времени сказать одновременно вот мы можем ДТ равно нулю а здесь чтобы сказать одновременно мы не можем сказать ДТ равно нулю мы должны через интервал все формулировать поэтому если мы хотим описать процедуру измерения длины то что нам надо сделать? мы берем некую мы выделяем некую систему координат d, x, y, z и говорим, что вот в этой системе координат линейка неподвижна у линейки есть начало и конец есть две мировых линии и в той системе, где линейка неподвижна то есть в той системе, где, скажем, мировая линия начала линейки идет параллельно оси времени вот в этой системе мы смотрим расстояние между мировой линией начало и конца линейки как мы это делаем? вот в этой системе, где линейка неподвижна мы берем два события на соответствующем двум концам линейки так, чтобы dt между ними равнялась мировой считаем квадрат интервалы он дает нам квадрат расстояния с обратным знаком если мы говорим про то, что какие-то события одновременно то они одновременно по отношению к выбранной системе отчета если мы рассматриваем другую систему отчета которая движется относительно исходной то там одновременность другая поэтому если вас, скажем, интересует объяснение парадокса, как так две линейки движутся относительно друг друга на каждой сидит под наблюдателем и каждый говорит, что моя линейка длиннее, чем другая чем другая, как одно с другим совместит то картинку надо рисовать как раз в терминах геометрии Минкумского вот, предположим, плоскость tx в том самом пространстве m4 мы будем сравнивать единичные линейки вот через точку x равно 1 идет прямая параллельная оси t ось t и вот эта прямая это мировые линии то есть, если хотите, траектория в пространстве и времени концов этой линейки теперь давайте нарисуем другую систему отчета для простоты возьмем, чтобы у нее был тоже начало координаты я возьму s равно 1 вот эти две прямые t равно x t равно x они вместе задаются уравнением t в квадрате минус x в квадрате равно 0 то есть, интервал до точек этой кривой этих двух прямых от начала координат равен 0 видите? ну, только без дифференциалов так же, как здесь есть еще выкинуто и c выкинуто и c выкинуто, потому что я c положил в ниц меряю время в сантиметрах для любой системы отсчета в которой для интервала выполняется та же самая форму если я пишу s в квадрате равно t в квадрате минус x в квадрате фиксирую s в квадрате получаю какую-то кривую эта кривая при любой замене координат оставляющая неподвижный начало координат должна переходить в себя что это за кривые такие? это семейство гипербола ну и кроме того, вот пара вот этих прямых значит, вот есть вот такая гипербола для нее уравнение s в квадрате равно u есть симметричная вот такая гипербола для нее уравнение s в квадрате равно u ну и понятно, есть еще подобные гиперболы которые отличаются от этих двух изменением масштаба масштабы одновременно по x в одинаковое число раз представляете? то есть вот как при повороте окружности переходит в себя в гиперболой плоскости так при преобразовании норринс эти гиперболы будут переходить в себя значит, если мы проведем проведем еще вот ось Т-штрих ось Т-штрих это будет положение нулевого конца движущейся ременьки симметричненько относительно вот этой вот диагонали симметрично проведем ось Т-штрих и вот эти две гипербола отсекут единичные точки уже на новых штрихованных осях с точки зрения геометрии Милковского эти вот две прямые вот на них единичные точки должны быть здесь как вот при повороте в гиперболой плоскости xy и проводить прямые x' и x' и окружность единичная отсекает на них новые единичные точки только здесь и надо только подумать еще о том что эти новые ося должны быть перпендикулярны здесь эти ося были перпендикулярны в смысле метрики Евклида эти ося должны быть перпендикулярны в смысле метрики Милковского ну раз у нас есть такой вот мы можем определить если у нас есть такой вот интервал то мы можем определить скалярное произведение по Милковскому что a на b это a t на b t минус a x на b x минус a y на b y минус a z на b z тогда ds в квадрате это будет скалярное произведение dx на dx двух вот таких вот коротеньких векторов с компонентами dt, dx, dy, dz c я положил единицы и вы можете убедиться что если здесь у этой точки координаты скажем мы не знаем a b у этой точки координаты b a то скалярное произведение будет с минусом a b минус b a равно нулю то есть да эти две прямые действительно ортогональны и новые точки отмеченные на них действительно единичны если вы внимательно посмотрите то релятивистское сокращение длины вы здесь увидите она на этой картинке уже изображена не видите смотрите оси х штрих вдоль оси х штрих т штрих равно нулю видно и что если мы будем мерить неподвижную линейку с точки зрения движущегося наблюдателя то надо брать событие на оси х штрих вот начало координат вот второе пересечение прямой х равной единице с осью х штрих и вы видите что эта прямая х равной единице пересекает ось х штрих левее гипербола левее чем единичная точка то есть движущийся наблюдатель одновременно отметил положение обоих концов неподвижной линейки и заключил, что она короче единицы единичная линейка неподвижного наблюдателя а что с движущимся наблюдателем что будет если наоборот посмотреть вот как вот эта прямая х равной на 1 касается вот этой гиперболы точно так же прямая х штрих равна 1 она идет параллельно оси т штрих х штрих равна 1 тоже касается той же самой гиперболы но в другой точке в единичной точке на сей х штрих ну и в силу того, что эта гипербола выпукла влево то эта прямая пересечет ось х левее гипербола то есть вот движутся начало и конец движущейся линейки единичной чтобы измерить ее длину мы одновременно по часам неподвижного наблюдателя отмечаем ее начало и конец и убеждаемся, что вот начало совпадает а конец ее ближе, чем к единице к началу координаты то есть она сократилась как возможно одно и другое одно и другое возможно за счет того, что ось х штрих относительно оси x наклонена то, что ось х штрих и ось х наклонены друг относительно друга это относительность одновременности то есть мы смотрим для нас часы для неподвижного наблюдателя часы подвижного, движущегося чем дальше вправо, тем больше отстают потому что видите в точке х равно нулю по штрихованным часам нулевой момент настал одновременно с временем Т а чем дальше вправо, тем позже настает момент времени нулевой по штрихованным часам видно? так что если рисовать это не в духе теоретической а в духе общей то вот есть неподвижная линейка вдоль нее подвешены часы которые синхронизованы мимо пролетает движущаяся линейка и вот мы мерим ее и находим, что она короче скажем, в два раза очень быстро летит, в два раза короче кажется а что будет, если тот, кто сидит на этой линейке мерит нашу длину а будет следующее он сначала у него часы спереди отстают поэтому вот он отметил положение хвоста нашей линейки а положение начала нашей линейки он еще не отмечал потому что часы спереди у него отстают а когда он отметил положение хвоста на ширине линейки на борту головы нашей линейки а он к тому времени практически полностью ее проскочит и вот тогда только он отметит положение другого конца линейки это вот как мимо вас ползет человек вы прикладываете линейку но человек не длинный вы сначала смотрите на голову а потом на хвост покуда вы переводили взгляд с головой на хвост тут червяк уже половину линейки прополз и поэтому он кажется короче, чем он есть на самом деле но ситуация здесь взаимная нельзя сказать, что один врет, а другой нет каждый со своей точки зрения прав вот по этой картинке и на этой картинке преобразование Лоренца это вот вдоль этой диагонали мы растянули плоскость а вдоль этой сжали и говорить имеет смысл только о тех вещах которые при таком преобразовании остаются низкие в некотором смысле объяснение вот это и объяснение вот тут это разница между тем, как вам одно и то же будет объяснять кафедру общей физики и кафедру теоретической физики кстати, на этой же картинке можно аналогично показать и в лицевистское замедление вот я провожу прямую R равно 1 параллельно оси Х и вижу, что ось Т' пересекает ниже чем единичная точка то есть с точки зрения движущегося наблюдателя неподвижные числа достают аналогично я провожу прямую T' равно 1 она параллельно оси Х' тоже касается одна и три они обе касаются одной и той же гипербы только в разных точках и в силу выпуклости этой гипербыла прямая T' равно 1 пересекает ось Т ниже, чем единичная точка то есть опять-таки ситуация взаимная каждый считает, что у другого часа отстает потому что каждый, когда сравнивает свои часы с чужими то у него своих часов много развешанных вдоль линейки повсюду развешанные часы синхронизованы а чужие часы относительно него, этой линейки, движутся и поэтому он должен сравнивать показания этих движущихся часов последовательно с разными своими часами и наоборот, когда у того тоже вдоль линейки подвижена куча часов он сравнивает показания каких-то одних неподвижных часов последовательно с разными своими а поскольку нет согласия относительно синхронизации часов что выражается в том, что прямая Т штрих равна единице и Т равна единице друг относительно друга наклонены то получается, что каждый прав в некоторых случаях бывает полезно описывать процедуру измерения не как прикладывание линейки, как я сейчас рисовал а как отправление и получение каких-то сигналов световых или радиочастотных, которые со скоростью света движутся что-то поставили вначале координат радиолокатор он отправляет сигнал, ловит отраженный ну и, соответственно, в качестве координат точек какой-то точки может взять время отправления сигнала время его возврата ну и, скажем, еще два угла в какую сторону ли сигнал уходим ну, если Т взять единицы то еще сесть на плоскости то это выглядит совсем красиво значит, ДС в квадрате равно ДТ в квадрате минус ДХ в квадрате равно Д от Т минус Х умножить на Д от Т плюс Х Т минус Х равно У Т плюс Х равно В то есть, получается, равно ДУ умножить на ДВ если частицы, которые, события, которые он измеряет с помощью радиолокатора расположены при положительном Х то тогда Т минус Х У это время отправления сигнала он же с единичной скоростью идет, со скоростью света а время Т плюс Х время, когда он обратно вернется так что вот У и В это как раз радиолокационные координаты просто в плоскости Т ТХ причем, видите, в этих радиолокационных координатах очень симпатично выглядит интервал в радиолокационных координатах оси это как раз вот эти самые две скрещенные приоритеты так что хотя те же самые координаты те координаты, в которых интервал имеет такой вид являются приняты обычно их считать именно их предпочтительно можно работать с другими так ну, общую теорию относительности я, наверное, касаться не буду а вот квантные механики как обещал объявление в квантовой механике появляется по сравнению с другими неклассическими теориями нечто новое связанное с тем что процедура измерения не только приписывает числа к процессу не только описывает процесс она меняет этот процесс потому что в квантовой механике нельзя воздействовать на измеряемый предмет сколь угодно слабо даже если вы его осветили всего лишь одним фотоном этот фотон имеет энергию имеет импульс причем чем больше импульс тем меньше длина волны чем меньше длина волны тем точнее с помощью этого фотона мы можем измерить координату но тем сильнее мы толкнем тот объект на который мы посветили и поэтому есть соотношение неопределенности дельта х на дельта п меньше или равно то машка 2 или дельта п на дельта е тоже меньше или равно аж чп постоянно так ой наоборот что-то я разумеется больше наверное и в квантовой механике вот как вот здесь не вклинули механики есть базис есть вектор так и в квантовой механике есть состояние которое описывается неким бесконечно мерным вектором ну в каких-то простейших случаях он может быть и конечным мерным но вообще но это только если мы много чем пренебрели обычными с конечными а если у нас есть какая-то какая-то величина которую мы измеряем значит состояние наблюдаемая величина и каждой наблюдаемой величине сопоставляется базис вот эта вот штука когда слева палка справа угловая скобка посередине буквы так в квантовой механике обозначает ректор здесь вот набор единичных векторов ортогональных базис то есть пока видите очень похоже на то что было здесь евквейдой ямедрии есть базис есть вектор есть скалярное произведение и мы можем спроецировать вот этот вектор в сильное состояние n с помощью скалярного произведения и вроде бы все то же самое в чем разница разница в том что когда мы проводим измерения то оказывается что мы всегда будем обнаруживать состояние одним из базис мы никогда не обнаружим вектор состояния наискосок мы непременно обнаружим его вдоль одного из базисных векторов и вероятность с какой мы обнаружим базисный вектор номер n это вот это все по модулю в квадрате почему я пишу по модулю в квадрате потому что это вообще-то комплекс нечисто и с этой точки зрения получается что поскольку нам квантовая теория измерения запрещает одну систему клонировать и много-много раз ее проверить в разных базисах то мы этот вектор полностью восстановить по данному измерению не может и каждому базисному вектору соответствует какое-то значение а-н что вот каждое что видоблюдаемая величина а в состоянии номер n она то есть при единичном измерении в квантовой механике нам не говорит почти ничего оно нам говорит что проекция вектора на состояние которое отличало значение что а равно а1 было отлично от нуля и после этого после того как мы мы убедились что оно отличное от нуля что оказалось что это величина а которая до того не имела определенного значения мы могли получить разные результаты измерения после этого это определенное значение не приобрел то есть это соответствует тому что вектор случайным образом спроецировался на одной из осей нашего базиса на какую вектор единичный чем длиннее квадрат соответствующей проекции тем больше вероятность квадрат длинной соответствующей проекции это и есть вероятность вот эта особенность что измерение это взаимодействие а взаимодействие меняет состояние системы это на самом деле не только квантовая механика это еще и статистическая физика и скажем попадался вам такой мысленный эксперимент как демон Максвелла демон Максвелла это такой мысленный эксперимент что вот есть вот этот самый демон там сосуд разделен дверь перегородка на две части в перегородке есть дверка и демон Максвелла эту дверку открывает и закрывает и если И он может, в принципе, открывая и закрывая дверку, рассортировать частицы Если с одной стороны летит горячая частица, то он ее пропускает Если с другой стороны горячая частица, то он не пропускает С другой стороны он, наоборот, пропускает холодные частицы У горячей быстро холодная миллиметра Ну и таким вот образом, пооткрывав, позакрывав дверцу, он создаст разную температуру При этом, поскольку он дверцу открывает и закрывает, когда в нее никто не бьется Казалось бы, он при этом никакой работы не совершил Разность температур создал Как такое возможно? Как это соотносится со вторым началом термодинамики Которая подобных фокусов не позволяет Потому что он рассортировал частицы Он тем самым уменьшил их беспорядок Этропия, мера беспорядка уменьшилась И кроме того, потом можно к этому разделенному сосуду Поставить тепловую машину, горячая половина как нагреватель Холодная как холодильник Эта тепловая машина будет потом эту тепловую энергию в работу переводить И вот вроде бы из исходного равновесного сосуда В котором все было в постоянной температуре Получаем работу за счет того, что там демон Максвелл Что-то там похимичил с этой дверцами В чем дело? Дело в том, что демон должен эту дверку Должен как-то узнать, какая молекула к нему летит Чтобы открыть ее А раз так, он должен приобрести информацию А информация это на самом деле отрицательная энтропия Энтропия это сколько информации не хватает наблюдателя Чтобы полностью описать микроскопическое состояние системы Чтобы полностью описать, какая частица куда летит И вот за счет вот этой информации За счет этой отрицательной энтропии Он и может уменьшать энтропию от этого сосуда Чтобы эту отрицательную энтропию получить Ну понятно, ему там надо произвести какое-то измерение То ли фонариком посветить, то ли еще что-то сделать И в процессе этого измерения Ему понадобится совершить большую работу Чем потом вытащить та тепловая машина Которая подсоединена к этому сосуду Которая работает на разности температур Которую этот демон создал То есть видите, статистическая физика Даже если, казалось бы, мы рассматриваем классические частицы А не квантовые Все равно требует учета влияния измерений И в этом плане смыкается с квантовыми физиками Хотя на самом деле, по большому секрету скажу Что не квантовой статистической физики Как бы и не существует Почему так? Потому что, я же сказал, что такое энтропия Это сколько информации нам не хватает Чтобы описать состояние системы Если у нас летают классические частицы То нам нужно бесконечно много информации Чтобы описать их микроскопическое состояние Потому что, чтобы задать координату импульс частиц Нам надо знать бесконечно много цифр после запятой Если в двоичной записи То каждая лишняя цифра это бит А в квантовой механике у нас есть соотношение предприятий Поэтому нам достаточно знать Конечное число цифр по координате И конечное число цифр по импульсу Чем больше цифр по координате Тем меньше цифр по импульсу Поэтому эти бесконечно длинные хвосты цифр обрубаются И состояние квантовой системы Которая сидит в ящике конечного объема Задается конечным числом информации Микроскопической А стало быть, если мы это микроскопическое состояние Не знаем полностью То энтропия оказывается конечной В квантовой механике Как вы понимаете Есть тоже свои Подчеркну Кажущиеся парадоксы Кажущиеся в том же смысле Как в теории относительности Или как парадокс в том Его лишь ширина полностью составляет 5 метров Или 500 сантиметров Но только Тут получается хитрее За счет этого влияния измерения На измеряемый объект В общем-то Что-то подобное можно и в классической ситуации представить То есть едет мимо ваша тележка Вы хотите ее измерить Вы прикладываете к ней линейку Но при этом эта тележка останавливается Тоже влияние измерения На процесс Так Что такое поляризация света Все знают Все знают Значит Если у нас есть электромагнитная волна Смотрим как она проходит Скажем Через плоские доски То вектор электрического поля Он может там В какой-то оси колебаться Тогда это направление Создает направление поляризации Это будет линейная поляризация Если вектор Е Конец вектора Е Описывает эллипс Ну тогда Это эллиптическая поляризация Причем для эллиптической поляризации Надо различать В какую сторону Этот эллипс откроет По числовой стрелке Или против числовой стрелки В принципе Как вы знаете Наверное Гармонические колебания Бывают удобно задать С помощью комплексной амплитуды Скажем Х Равно вещественная часть А На Е в степени И Омега Т Если А Это комплексное число Если А равно А0 умножить на Е в степени И Фи А0 и Фи Вещественная Тогда что-то что задает А0 А0 задает амплитуду А Фи задает фазу И с помощью комплексной амплитуды Нам удобно описать и то и друг А если у нас Вектор Е в электромагнитной волне Гармоническая Которая идет поперед доски Колеблется в плоскости Тогда получится Что у нас Есть две Комплексные амплитуды По Х и по И Получается Такой комплексный вектор амплитуды Двумерный И вот пусть у нас Падает поперек Плоскости доски Электромагнитная волна Как-то поляризованная Характеризующаяся вектором амплитуда И если мы поставим Поперек ее хода Поляризатор Понятно ли, что будет Супредит? Она спроецируется Направление поляризатора Причем А по модулю в квадрате То есть АХ по модулю в квадрате Плюс АУ по модулю в квадрате Она характеризует Плотность энергии В нашей волне После того, как она спроецируется На какое-то направление Скажем, на Х Видно, что АУ исчезнет Энергия стоит меньше А теперь представьте себе Что мы очень сильно Ослабляем волну Так что эта волна Уже не электромагнитная волна А отдельные фотончики Этому отдельному фотончику Мы все равно можем Приписать поляризацию Но Пол фотончика Через поляризатор Пройти не могут Фотончик он не делен Он либо прошел Либо поглотился И тогда Квадрат амплитуды Самый комплекс Вектор Будет уже нам Описывать Не энергию А что? Ну, чисто Количество фотонов А отношение Вот этого квадрата амплитуды До поляризатора И после После поляризатора И до Будет описывать нам Вероятность того Что фотон прошел Через поляризатор А теперь Давайте представим себе Такую ситуацию Для начала Возьмем два скрещенных Под 90 градусов Поляризатора Что будет на выходе? Один поляризатор Спроекцировал Амплитуду на ось Х Второй спроекцировал Полицировал на ось Х На выходе что? Ноль Что не поглотилось на первом Поглотилось на втором А что будет Если мы между этими Двумя скрещенными Под 90 градусов поляризатора Поставим третий Под наклон Не будет Не будет Уже что-то появится А если мы В промежутке Между начальными Конечными Поляризаторами Как это Присовать-то это Положим целую Стопку поляризаторов И каждый следующий Относительно предыдущего Он и чуть-чуть повернут То если поляризаторы Идеальные То есть если фотон Правильно поляризованный Они не поглощают А пропускают То мы можем добиться того Что фотон Через нашу стопку Пройдет с вероятностью Сколь угодно Близко к единице Надо только взять Поляризатор Как это В этом убедиться Ну значит Вероятность прохождения Это косинус Угла между Поляризацией фотона И направлением Осипы поляризации То есть косинус альфа Это амплитуда Так меняется Косинус альфа в квадрате Это вероятность прохождения Соответственно Синус альфа Это амплитуда В квадрате Это вероятность поглощения Если альфа стремится к нулю Точнее Альфа разделить на n Стремится к нулю Ставим Ставим n поляризаторов Значит Синус альфа разделить на n В квадрате Это приблизительно Давно альфа в квадрате На n в квадрате Это вероятность того Что на очередном n поляризаторе Потом поглотится Если это еще умножить на n Получится альфа в квадрате На n в первой Ну и видно Стремится к нулю Когда n стремится к бесконечности Вот суммарная вероятность Поглощения на одном Фотон из n поляризаторов Альфа урона Который надо будет Ну в общем то Вы видите Достаточно простые рассуждения Из оптики Но если брать Посмотреть на это Не с точки зрения оптики А с точки зрения квантовой механики То прохождение фотона Через поляризатор Это процедура измерения Ведь я вам как раз говорю Что такое процедура измерения Как раз то самое Система С вероятностью Соответствующей Проекции На какую-то ось Вектор Отписывающий эту систему Выстраивается В доле для себя Применительно к фотонам Проходящим через поляризатор Вектор состояния Это и есть Та самая двумерная Комплексная амплитуда Процедура измерения Прошел через поляризатор И эта амплитуда Сплицировалась На ось поляризатора И вот последовательно Делая измерения Которые призваны Ответить на вопрос А не находится ли фотон В состоянии С такой поляризации Нашли Находится А не находится ли В состоянии Чуть-чуть другой поляризации Нашли Снова находится И так вот спрашиваем У системы все время Что-то чуть-чуть другое И в итоге Система попала Из поляризации По х В поляризацию По у Хотя поляризации По х и по у Друг друга Взаимно исключают Что в смысле Состояние Друг друга Взаимно исключают На языке Квантовой механики Означает Что соответствующий Вектор Ортогональ Это вот В квантовой механике Свободны Потому что я сейчас Про квантовую механику Сказал только Про теорию измерения В квантовой механике А если измерений нет То что будет С вектором состояния Ответ В общем-то Простой Но Для того чтобы Ввести какие-то Вычисления Он потом потребует Уточнений Эти уточнения У вас будут Скажем На третьем курсе В курсе Квантовой механики Если вы не ФАПФЫ То на третьем Четвертом курсе А именно Что вектор состояния Если систему Никто не трогает Вращается Но поскольку Это вектор Бесконечный мер То там Будут присутствовать Сразу разные Частоты вращения В трехмерном пространстве Там понятно Если вращаешься С постоянной скоростью То есть ось вращения И есть одна частота И в плоскости Перпендикулярной Этой оси У вас Вращение по кругу А если вектор Бесконечный мер То там будет Много плоскостей Взаимно перпендикулярных Если И можно эти плоскости Выбрать таким образом Что в каждой Из этих плоскостей Вектор просто Тупо вращается В каждой Плоскости Со своей частотой Вот этот набор Взаимно перпендикулярных Плоскостей Это на самом деле То же самое Что выбор Беса Кстати Поскольку вектор Комплексный То плоскость Это на самом деле Двумерная С вещественной точки зрения Это просто прямая С точки зрения Комплексных чисел Понятно Что комплексная Прямая Это вещественная плоскость И соответственно Задать Бесконечного Много Взаимно перпендикулярных Плоскостей Вещественных Это задать Бесконечного Много Взаимно Ортогональных Комплексных Прямых Задать Вот этот самый Базис В пространстве В состоянии И с этим Бразисом Связана Тоже Своя Наблюдоевая Величина Это энергия В каждом Из базисных Состояния Для энергии Энергия Определена И соответствующая Частота Определяет Энергии И определяется А именно Как вы наверное Догадались Уже Закрытие Частота А если Вот вернуться Вот к нашему Мысленному Опыту Ну его можно Поставить И не мысленный Его можно Поставить И просто Взять стопку Поляризаторов И поиграть К нашему Опыту С поляризаторами То мы можем Сообразить Что если мы Достаточно Часто Поместили Систему В какое-то Состояние А потом Достаточно Часто Спрашиваем Этой системе Ставим Измерение Осталась Система В этом состоянии Или ушла Если мы будем Спрашивать Достаточно Часто То она Никогда Из исходного Состояния Не уйдет Это называется Квантовый Эффект Зенона Помните О поле Зенона Рейского Что Стрела Летит В каждый Момент Она где-то Находится Дальше Следует Легкая Подмена Понятий Находится Значит Покоится Стрела Летит Значит Каждый Момент Времени Покоится Распокоится Значит Никуда Летит Значит Движение Невозможно В квантовой Механике Этому Можно Придать Смысл Если Мы Достаточно Часто Мерим Куда Движется Система То Она Никуда Не Движется Движение С Вероятно Скоро Близко Единицы Если Достаточно Часто Мерить Можем Ее Эволюцию Заморозить Вот Движение Квантовый эффект Зенона Уточню Он будет Квантовый эффект Зенона Если Вы будете Пускать По одному Фотомчику А вот То Что Я Описал Когда Вы Наоборот С помощью Последовательных Измерений Заставляете Систему Эволюционировать Туда Куда Она Не Хотела Это Иногда Называют Квантовым Эффектом Антисима Тут Как-то Наверное Можно Даже Привести Аналогию С С тем Как может Эволюционировать Человеческое Мнение Если у человека Нет определенного Мнения По какому-то Вопросу Вы у него Спрашиваете Задаете вопрос И требуете Четкий ответ Тогда Можно сказать Что в первый Момент Времени После того Как он Дал Четкий ответ У него Мнение Появилось Он сам Себя убедил Когда этот Ответ Дал А потом Если вы Какое-то Время Подождете То он Снова Стал Эволюционировать Он Снова Попал В суперпозицию Разных Вариантов Ответа У него Снова Нет Внение А Квантовый Эффект Аналог Квантового Эффекта Скажем Антизенона Состоял бы В том Что У него Спросили Потом Спросили Так Чтобы Чуть Чуть Поменялось Чуть Но не сильно Поменялось То на что он должен Ответить Чтобы в итоге Привести его к нужному ответу После серии вопросов Кстати Как-то В одном из фильмов Мне попадалось Практически Применение Почти Что Вот Ну скажем так Психологического Эффекта Зенона К социологическому Опросу Типа того Что-то там у человека Спрашивают Вы Обеспокоены Ростом Преступности Вы Хотите Чтобы Так сказать Дети Могли Там Спокойно Там Приходить Поздно Поздно Вечером И не беспокоиться За их безопасность Ну и так далее Еще серия вопросов В конце вопросов Вы За Ужесточение Продажи оружия Он отвечает Да И другая серия вопросов Вы обеспокоены Так сказать Тема Что Скажем Вы Что Ваш дом Может вломиться Вооруженный преступник И вы не сможете Оказать ему сопротивление Вы обеспокоены Там Тем что Тем что Правительство Там Скажем Ужесточает Законы об оружии И требует Там Регистрации Там Вплоть до Ножи Вы обеспокоены Там Еще В конце Вы За Либерализацию Дорога Он отвечает Да Ну это Конечно Понятно Это уже не физика Но с другой стороны Вы можете Если Иногда Вот в таких случаях Видеть аналогии Хотя Понятно Что тут Уже Эти аналогии По сравнению С физикой Хромают Я не уверен Что вы сможете Придумать Векторное Пространство Состояний Для человеческого Умения А даже Если Вы такое Состояние Придумаете Пространство Вы придумаете То я не уверен Что Эволюция Человеческого Умения Будет Описываться Просто Вращение А также Что Сумма Вероятности Ответов На Каких-то Взаимно Исключающих Вариантов Ответа Будет равна Единице В общем Но с другой стороны Это вот Такие вот Аналогии Они могут быть Полезны Просто С точки зрения Что у вас есть Теория Которая Заведомо Работает Квантная Механика Теория Относительности Теория Размерности Статфизика Они работают В своей области Применимости Работают Великой А у Скажем Социологии Хорошо Работающих Теорий Мало А те Что есть У них Область Применимости Гораз Дуже Понятно Что Все Физики Завидуют Начиная Скажем Как минимум С Льва Толстого Если Вы помните В войне и мире Лев Толстой Ставит задачу Что хорошо Было бы Создать Исчисление Бесконечно Малых Для Анализа Истории Помните Там было Такое По образцу Физики Но Если Вы Знаете Хорошие Интересные Современные Теории Физики То У вас Будет Больше Шансов Подобрать Какую-то Хорошую Содержательную Аналогию Или Или Скажем Квантовая Интерференция В классической Теории Вероятности Если что-то Может произойти Двумя Взаимно Исключающими Способами То Вероятности Просто Суммируют А в Квантовой Механике Суммируют Невероятности Суммируют Амплитуду Комплекс Не чисто А вероятность Получается Возведение По модулю В квадрат А комплексные Числа Это Стрелки На плоскости Если они Перпендикулярны То да Квадрат Сумму Равен Сумме Квадратов А если Они Не перпендикулярны То Могут Получат То Если Они Параллельны То Эффект Больше Чем Сумма Вероятностей Если Они Антипараллельны То Одна Вероятность В другую Гасит И Соответственно В квантовой Механике Если Что-то Сравной Вероятностью Может Произойти Двумя Взаимно Исключающими Способами То Суммарная Вероятность Может Меняться От Нуля До Учетверенной Вероятности По одному Способу Не до Удвоенной А до Учетверенной Это Как Вы Наверное Предумаете Теорему Косинусов Потому Вот комплексная Плоскость Вот Одна Амплитуда Вероятности Вот Вторая Фи Один Фи Два А вот Суммарная Амплитуда Вероятности П Один Плюс Два Равно П Один Это Квадрат Вот Этой Плюс П Два Это Квадрат Вот Этой Плюс Патя Миковой Косинус Удвоенное Произведение Сторон То есть Два Корни Из П Один На Косинус Фи Два Микус П В Классической Теории Вероятности Этого Член Нет Ну и понятно Можно искать Аналогии Ну опять-таки Хотя бы Человеческому Поведению Если вы Приведете Человеку Два Взаимоисключающих Аргумента В пользу Одного И того Действия То Вероятность То Что он Это действие Совершит Может Не увеличиться Уменьшиться То есть Вот Если вы Одновременно Если вы Продаете Слона И рекламируете Его Что этот Слон Будет Хорошо Смотреться Там Не знаю На книжной Полке И вы Продаете Слона Что На этом Слоне Хорошо Кататься Ну Слон В ящике На него Не посмотришь Если вы Приведете Один Аргумент Либо Другой Аргумент То Может Удастся Слона Продать А если Оба Аргумента Приведете Одновременно Слона Скорее Всего Продать Не Удастся Потому Что Возникнет Вопрос Какой Это Слон На книжную Полку Или Чтобы Кататься Заключение Скажу Чтобы Нароком Не обмануть На этом Окончу Что В квантовой Механики Получается Забавная Ситуация Что Если То Что Происходит Двумя Способами Хотя Б В принципе Различимо Надо Складывать По Прежнему Вероятности А если Оно В принципе Неразличимо Надо Складывать Амплитуды И вот Тогда Появляется Амплитуды То есть Это важно Чтобы Скажем Если я мог Пройти Эту аудиторию Через дверь Мог Через окно То Для того Чтобы Складывать Амплитуды Вероятности Вместо Вероятности И учитывать Амплитуды Член То я Должен Побой Пройти Так Чтобы Не осталось Нигде Никаких Следов Через дверь Я вошел Или через окно И плюс К тому Я должен Сам Забыть Как я Сюда Попал Потому Что Если Я запомню Как я Сюда Прошу То Это Два Разных Состояния Они Отличаются Тем Что У меня В голове Но Кроме Того Мое Конечное Состояние Надо Различать Очень Точно Потому Что Поскольку Я То У меня Длина Волны Будет Очень Очень Маленькая Интерференционная Картина Для меня Будет Очень Очень Частая Поэтому Надо Будет С Субатомной Точностью Измерить Мое Положение И тогда Вот Если При всех При этих Условиях Можно Будет Говорить Про Мою Интерференцию Понятно Что Для меня Это Не применимо Для Футбольного Меча Это Не применимо А скажем Для фуллерена Эксперимент На интерференцию Успешно Ставится Обычная Интерференция На двух Щелях Для фотонов Ставится Для электронов Ставится Даже Для фуллерена Ставится И группа Цайлингера У нее Есть такая У них Есть такая Мечта Что Когда Нибудь Поставить Опыт На интерференцию Вирусов Что Дескать Вирус Это уже Почти живое Существо Хотел Как можно Более Тяжелые Частицы Использовать Практически Живые Вот на фуллеренах Получается На вирусах Пока Они не писали Но Мечты у них Такие есть Ну ладно Что хотел Я более Менее Сказал Если Нет вопросов То давайте На этом Останавливаемся А если Есть вопросы То задавайте Не вопрос Тогда Давайте В этом Останавливаемся Спасибо Останавливаемся